Важным критерием правового государства является беспредстрастное и справедливое правосудие. Суд должен быть состязательным, а судья свободным от стороны обвинения, говорится в послании президента. При этом укрепление доверия граждан к судебным органам должно стать приоритетной целью, достижение которой возможно только при совместном усилии государства и самого судейского корпуса. Обществу нужна новая модель правосудия, которая бы вызывала доверие населения к судам и обеспечивала полноценную защиту прав и свобод граждан. Судебная система, работающая по принципу сдержек и противовесов, позволит гарантировать законность и справедливость по умолчанию. Вместе с тем, по мнению главы государства, Высшему судебному совету и Верховному суду необходимо активизировать работу по привлечению к отправлению правосудия новых профессиональных кадров. Судебная система нуждается в профессиональных кадрах, которые имеют понятие в сфере налогоблажения, интеллектуальной собственности, недропользования. То есть сейчас поступает множество споров в судах, разрешаются споры касательно данной области. И при этом судьи, имеющие только юридическое образование, они не могут в полной мере какие-то те или иные споры разрешить правильно. Поэтому здесь уже акцент сделался на подбор кадров, чтобы данные судьи могли владеть знаниями в области налогоблажения, недропользования и так далее. Практика показала, что судья должен быть независимым и отдельным от обвинения. Ведь при рассмотрении дел судьи в большей степени учитывают и поддерживают доводы обвинения. И, как правило, в судебной практике очень мало оправдательных приговоров. Это, несомненно, сказывается на доверии граждан к правосудию. По мнению представителей судебных органов, для того, чтобы процесс был состязательным и беспристрастным, необходимо повысить роль прокуроров и адвокатов. То есть, они должны на судебных процессах, а сторона обвинения доказывает обвинение, и защита защищает. То есть, судья должен быть отдален от обвинения. Принимать, соответственно, если обвинения недостаточно, то принимать оправдательные решения. Например, если касательно этого уголовного дела, оправдательный приговор. Если в действительности вина будет доказана, то обвинительный приговор. При этом защита тоже зачастую у нас на процессах, защита просто проводит время на процессах, активно не защищает. Особенно в тех случаях, когда защитник назначается из бюджета. Актуальным для Казахстана остается и вопрос совершенствования национального законодательства по борьбе с пытками. В связи с этим уголовную ответственность за пытки нужно привести в соответствие с положениями международной конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных действий. Мы еще не избавились из того, что много у нас на процессах заявляется о том, что в отношении того или иного подсудимого применяли пытки. Поэтому он дал признательные показания. В связи с этим суду приходится всегда приостанавливать данные дела. То есть откладывать до того, чтобы расследовали, рассмотрели, было ли в отношении данного человека применены пытки. Защита прав и свобод граждан всегда была приоритетом для государства. Поэтому создание действенной и эффективной судебно-правовой системы является первостепенной задачей. Предложенные главой государства реформы очень своевременны и имеют цель повысить доверие казахстанским судам, для которых главным в работе будет принцип справедливости и беспристрастности.